Время новостей на 12 канале в студии Тензеля Бахтиярова. Здравствуйте и в этом выпуске. Засыплет всю область, на Омск движется циклон, который принесет сильные снегопады, когда разыграется буря. Из Омска в Калачинск на лыжах. Военные отправились в марш-бросок в память о героях легендарной 30-й лыжной бригады. Зажигательная кубинская сальса, африканцы в пимах и ушанках. Несмотря на то, что в Омске у нас здесь снег, мороз, а в советском парке жара. Вместе с корреспондентом 12 канала совершим путешествие по площадкам первого турнира по футболу в Валенках. Зебры за сугробами. Пройти по этому пешеходному переходу, как сыграть в русскую рулетку. Омские водители рискуют угодить в ДТП из-за огромных снежных куч, сваленных у обочин. И бабьи бега в шерстяных носках, битва стенка на стенку и парад чучел. В Омск готовится отметить Масленицу. Карта праздничных гуляний только на 12 канале. В Омской области экстренно введен особый режим неблагоприятных метеоусловий. Он обязывает предприятие ограничить выбросы. Из-за безветренной погоды в атмосфере застаиваются вредные вещества. Такая ситуация возникла в Омске в минувшие выходные. Из-за полного штиля в центр мониторинга и оперативного реагирования поступило множество обращений. И благодаря согласованным действиям с федеральными службами в Омске удалось оперативно принять меры и снизить количество выбросов. Об этом на аппаратном совещании Александру Буркову сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Илья Лобов. Мы за короткое время получили 237 обращений в центр оперативного реагирования. И во взаимодействии с органами исполнительной власти федерального уровня нам удалось усилить контроль за деятельностью предприятий. И впервые за долгое время был введен режим неблагоприятных метеоусловий второй категории. Это дает действительно существенное снижение от 20 до 40 процентов, снижение выбросов загрязняющих веществ от производственных процессов промышленных предприятий. В итоге количество выбросов снизили сразу на 30 заводах. Александр Бурков подчеркнул, нужно и дальше оперативно взаимодействовать с федеральными ведомствами и при необходимости вводить особый режим. Тем временем на Омской области надвигается циклон, который несет сильные снегопады. Он движется к нам со стороны Казахстана и европейской части России. Наиболее обильные осадки синоптики прогнозируют в ночь с 26 на 27 февраля. Регион засыплет снегом, выпадет до 9 сантиметров осадков. Вместе с тем последние дни зимы в регионе будут теплыми. Уже сегодня ночью столбики термометров поползут вверх, до нуля и даже плюсовых отметок. Подует сильный ветер с порывами до 12 метров в секунду. В четверг и пятницу метеорологи обещают дождь, к выходным осадки прекратятся. Погода уже спровоцировала несколько серьезных ДТП на омских трассах. И в ближайшее время госавтоинспекторы просят водителей быть предельно осторожными. Магистрали сковало льдом, погибли 6 человек. Так, по пути из Омска в Новосибирск разбилась семья с двумя маленькими детьми. На месте погибли 26-летний водитель, его трехлетний сын и шестилетняя дочь. Мать позже скончалась в больнице. Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе Челябинск-Новосибирск в Марьяновском районе. Столкнулись два отечественных автомобиля. Машины превратились в груду металла. Оба водителя скончались на месте. А в Ишимском районе столкнулись две фуры. Очевидцы сообщили, что один из водителей погиб. По предварительной версии, ДТП произошло из-за сильного тумана. Уникальный патриотический пробег на лыжах. Сегодня в Омске началась акция, посвященная 75-й годовщине Великой Победы. Участвуют офицеры и солдаты 242-го учебного центра ВДВ. Этим утром военные возложили цветы к памятнику солдату-освободителю, а после из поселка Светлый двинулись в путь. Всего преодолеть предстоит 200 километров. Завершится пробег в Калачинске, там, где и была сформирована героическая 30-я отдельная лыжная бригада. Екатерина Баучевская весь день идет по следам за участниками марш-броска. Первую установку участники масштабного патриотического марш-броска сделали в Азовском районе. Но в гостинице не скучали. Их свободное время было расписано по минутам. Первым делом, конечно же, почтили подвиги фронтовиков. Возложили гирлянду с алыми гвоздиками к мемориалу солдату-освободителю. Я напомню, что этот марш-бросок прежде всего патриотический. Он посвящен 75-й годовщине Великой Победы, но и также еще 78-й годовщине формирования 30-й отдельной лыжной бригады. Она была сформирована в сентябре 42-го в Калачинске, а уже в декабре 18-летних юнцов отправили на первый бой в Брянскую область, в город Севск. Это сражение стало предвестником легендарной битвы на Курской дуге. Из трех тысяч бойцов бригады после жестоких боев на Брянщине в живых остались только 680 человек. Лыжники всеми силами пытались держать оборону, однако, когда в марте 43-го фашисты перешли в контрнаступление, силы оказались неравными. За одну ночь советская армия понесла огромные потери. Но, к сожалению, о подвиге наших лыжников не написано в учебниках истории. Их даже окрестили забытым полком. И вообще хочу сказать, что к этому марш-броску все участники отнеслись с особым трепетом. Мой дед, Макар Пученко, принимал непосредственно участие в Великой Отечественной войне. Моя прабабушка и прадедушка, они не были участниками, но они были труженими котыла. И для меня это особая честь выступать здесь и участвовать в этом марш-броске. Напомню, что стартовали сегодня десантники с территории 242-го учебного центра ВДВ. Старт получился громкий. В долгий путь военных провожали с оркестром. И это неудивительно, потому что им предстоит преодолеть почти 200 километров. Это действительно очень серьезное расстояние. Причем условия суровые. Идут они по заснеженным полям, несмотря на то, что трассу для них специально расчищали снегоходами. За последние несколько дней ее вновь засыпало. И вот офицеры и сержанты практически заново прокладывают себе путь. Что, конечно же, очень сложно. И удается не всем, потому что в строю не только опытные лыжники, но и просто начинающие бойцы. Но, тем не менее, все они в отличной физической форме. Начали тренироваться еще за несколько недель до самого марш-броска. Потому что действительно отнеслись к нему со всей серьезностью. Но еще одна такая интересная деталь. На самом деле в пробег они отправились на специальных военных лыжах. Министерство обороны. Объясню, чем они отличаются от обычных. Дело в том, что они широкие, не проваливаются в сугробах. Кроме того, у них особые крепления для специальных солдатских сапог. Ну и, конечно же, еще одна такая интересная деталь. Все военные облачены в белые маскировочные костюмы. Это еще одна такая дань памяти. Дело в том, что вот такие же костюмы использовали в годы Великой Отечественной войны. Ну а что касается погоды, она сегодня преподнесла не очень приятный сюрприз. Холодно, хотя и минус 6. Ощущается, как будто бы все минус 15, потому что очень сильный порывистый ветер, высокая влажность и идти достаточно трудно. Но, тем не менее, десантники не расстраиваются. Говорят, что наоборот, погода поднимает настроение, даже шутит, что ветер их подгоняет. Теперь десантников все же ждет небольшой отдых, но уже завтра они снова отправятся в путь. Следующая остановка в Таврическом районе, а завершится маршрут в Калачинске. Екатерина Булучевская, Сергей Никифоров, 12 канал. Омский врач, который путешествовал на круизном лайнере «Даймонд Принцесс», наконец прибыл в Россию, он помещен на карантин во Владивостоке. Сейчас Сергей Попов в инфекционной больнице. Вместе с ним еще шестеро россиян, которые были на борту судна. Две недели врачи будут проводить необходимые обследования, чтобы исключить заражение. Сейчас все пациенты чувствуют себя хорошо. Напомню, круизный лайнер стоит у японских берегов уже три недели. Карантин на судне ввели из-за туриста из Гонконга. У мужчины выявили коронавирус. В заточении оказались 3700 пассажиров, в том числе и 24 россиянина. Почти 700 человек заразились китайской пневмонией. Четверо скончались. Эвакуация пассажиров продолжается. Положили начало новой традиции. В Советском парке прошел первый турнир 12 канала по футболу в Валенках. Большой праздник привлек не только любителей погонять мяч. В парке работали интерактивные площадки. Здесь омичи могли сделать фото с хаски, поиграть в семейный футбол и даже станцевать сальсу вместе с кубинцем Лизбаном Баро. Софья Халиулина так и сделала. Привет, на моих часах уже почти два. Это значит, что совсем скоро начнется одна четвертая турнира. Кубка по футболу в Валенках. Я уже в Советском парке. Здесь собирается потихоньку народ. Что я вам рассказываю, посмотрите сами. Стоят болельщики с какими-то плакатами, с шариками, с речевками. Давайте подойдем поближе, узнаем, за кого ребята болеют сегодня. За кого болеете сегодня? За 12 канал! Для всех, кто проголодается, сегодня работает полевая кухня. Здесь можно покушать гречку, попить чай, есть стаканчики, все необходимые слова, приборы, хлеб. На самом деле очень вкусная гречка. Я уже доедаю. Она, конечно, не сравнится с той кашей, которую я варю дома. Поэтому очень сочувствую всем, кто сегодня не пришел в Советский парк и не скушал ложечку за 12 канал. Кубок 12 канала по футболу в Валенках объявляется... Открытым! Более! Валиком поджигают петель. Кубок 12. Наши болельщики придумали речевки. Ребята вовсю играют, по полю летают валенки. Не только мячники, так и наш корреспондент. Сейчас она встает на воротах. Валенки, валенки, лепени починки, садники. Ой, ты, Коля, Коля Николай, сиди дома, не гуляй, не ходи на тот конец. Ох, не носи девкам колец. Валенки, ты, валенки, эх, не поджи ты, старники. Пока на той площадке у нас играет команда 12 канала и команда нашего утра. Здесь тоже проходит матч, играет, если я не ошибаюсь, команда администрации и команда омских СМИ. Привет, у нас это канал, вам не холодно? Хорошо, тепло сегодня. Я мячи. Я мячи. А мячи. Сегодня у нас заряжается настроение не только игроки, не только наши команды, не только болельщики, но и любой мяч, казалось бы, даже далекий от футбола, может здесь найти развлечение для себя. Например, у нас работает площадка с хаски, очень дружелюбные собаки. Любой гость советского парка сегодня бесплатно может с ними сфотографироваться. Посмотрите, какие замечательные. Несмотря на то, что в Омске у нас здесь снег, мороз, в советском парке жара. Самый масштабный в Сибири, а может быть даже и в России, кубинский флешмоб. Прямо сейчас Лизбан Барлоу учится мячей танцевать зажигательный кубинский танец. А пока мы танцевали сальсу, пока мы зажигали, у нас образовалось два финалиста. Это команда школы Шторм и команда администрации города Омска. Ребята сейчас играют в самом разгаре матч финальный. И уже совсем скоро мы узнаем, кто победит. За игрой по традиции следит наш спортивный хоккейный комментатор Максим Гречанин. Разбирается он и в футболе, передает всем привет. Ну что ж, друзья, у нас матч завершился. За первое место за счетом 2-0 побеждает команда администрации города Омска. Второе место занимает команда школы Шторм Александра Шлименко. Третье место за командой нашего утра. Золотые призеры команда администрации города Омска. Артем Анатольевич Серов, наш директор, вручает кубок 12-го канала по футболу. Ура победителям! В честь победителей, да и вообще в честь всех участников турнира, в честь всех наших зрителей и болельщиков. Салют! Софья Халюлина, 12-й канал. И вот что мы покажем во второй части выпуска. Зебры за сугробами. Пройти по этому пешеходному переходу, как сыграть в русскую рулетку. Омские водители рискуют угодить в ДТП из-за огромных снежных куч, сваленных у обочин. Ушел последний маршал. Бывший министр обороны Амич Дмитрий Язов скончался в Москве. Бабий бега в шерстяных носках, битва стенка на стенку и парад чучел. Омск готовится отметить масленицу. Карта праздничных гуляний только на 12-м канале. И мелочь, а приятно, Амич выиграл в лотерею романтическое путешествие. Не высовываться опасно из-за огромных снежных куч, сваленных у обочин. И на выездах из дворов омские водители и пешеходы рискуют попасть в ДТП. Причиной аварии становятся и узкие полосы на самих магистралях. Сотрудники ГАИ за нарушение правил уборки выписывают штрафы. Предписание накопилось на миллионы рублей, а снег и ныне там. Сейчас валуны опасны тем, что провоцируют аварии. Весной будут таять и топить улицы, что в мэрии. Говорят о сугробах вдоль дорог. Исчезнут ли они усилиями дорожных служб или помогут силы свыше? Дарья Шадрина об этом. Пройти по этому пешеходному переходу, как сыграть в русскую рулетку. С одной стороны проезжую часть хорошо видна, а вот с другой пешеходов, которые на нее выходят, скрывает огромный сугроб. И таких опасных пешеходных переходов по городу десятки. Чаще других за сугробами прячутся зебры на окраинах. Вот здесь за всю зиму только один раз почистили. Зима уже прошла, а никто ничего не убирает. Так что я не знаю, как с этим. Но не везде так. Вы же сами все видите. Сугробы-великаны закрывают обзор и для пешеходов, и для водителей. Но автолюбителей буквально вытесняет с дороги еще и снег на обочинах. Магистрали зимой серьезно сужаются. Количество полос на проезжую части уменьшается с каждым новым снегопадом. И такая ситуация даже на крупных магистралях. Даже на взятию улицу Химика, где мы сейчас находимся, здесь вместо трех полос движения мы видим две. Соответственно, водителям необходимо перестраиваться, где дорога сужается. А любой маневр приводит к аварийной опасности, наверное, и впоследствии может привести к дорожно-травторным происшествиям. Состояние дорог каждый день оценивают инспекторы ГИБДД. Есть определенные ГОСТы. Там, где несоответствие, эксперты фиксируют нарушения. С начала зимы составлено уже две сотни предписаний. Общая сумма штрафов – 3 миллиона рублей. В мэрии о проблеме знают. На улице выводят дополнительную технику для чистки от снега и льда. Очень много обращений граждан, справедливых обращений. Это и зауженность внутриквартальных проездов, второстепенность дорог. Мы в Управлении дорожного хозяйства благоустройства принимаем все конкретные меры в этом направлении. Работаем в круглосуточном режиме. Привлекаем дополнительную технику. Более 15 единиц сейчас, буквально с 20 февраля. Все нарушения специалисты мэрии обещают исправить. Но в любом случае на помощь спешит весна. По прогнозам синоптиков, в конце недели будет уже плюс 1 градус. Так что снег, который не успели вывести, просто растает. Наря Шадрина, Денис Лопарев, 12 канал. Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Он скончался этой ночью в госпитале в Москве после продолжительной болезни. Ему было 95 лет. Сполезнования родным и близким выразил президент. Владимир Путин назвал Язова выдающимся военачальником, верным присяге и офицерскому долгу. Дмитрий Тимофеевич родился в деревне Язова, Аконечниковского района. В годы Великой Отечественной служил на Волховском и Ленинградском фронтах. Командовал стрелковым взводом, а затем и ротой. Дважды был ранен. В 1987 году стал министром обороны СССР. Именно под его руководством прошла операция по выводу советских войск из Афганистана. В 1990-м Язов получил звание маршала Советского Союза. После событий в августе 1991-го, как участник ГКЧП, был арестован. Ему вменяли статью «Измена Родине». В период распада СССР Язова критиковали за приказ ввести войска в Москву. Однако именно он всеми силами противостоял развязыванию гражданской войны в Новой России. После продолжительной болезни ушла легенда и целая эпоха. Он всегда держал руку на пульсе жизни Омской области, страны. Интересовался земляками, интересовался, как развивается Омская область. Интересовался, как живут ветераны Великой Отечественной войны. Последняя его книга, над которой он работал, то, что он диктовал, то, что он записывал, это была книга о Сталине. Практически до последних дней Язов работал над статьями, писал книги, вел патриотическую работу «Похоронят маршала на военном мемориальном кладбище в Мытищах». И сегодня в 20 часов после вечернего выпуска «Час новостей» смотрите документальный фильм «Сибирский маршал», снятый 12-м каналом к 90-летию легендарного маршала. В ленту вошли воспоминания земляков и сослуживцев о Язове, кадры из музея маршала на Малой Родине и рабочего кабинета в Генеральном штабе Минобороны, а также эксклюзивное интервью с военным и политическим деятелем Дмитрием Язовым. Омский парламентарий Олег Смолин обсудит с президентом поправки к Конституции. Глава государства завтра встретится с рабочей группой по внесению изменений в основной закон страны, куда входит Ямич. Уже поступило и обсуждается больше 600 инициатив. Так в Конституции закрепят права детей. Новые положения будут гласить, что дети — это важнейшее достояние страны, и российские власти обязаны создавать условия для их духовного и нравственного воспитания, а также заботиться о малышах, которые остались без родителей. Депутат Отомской области Олег Смолин предложил более подробно прописать в основном законе права людей с инвалидностью, а также гарантировать бесплатное школьное образование. Он отметил, что подействующей Конституцией безвозмездным является только обучение в первых девяти классах. Сейчас эта ситуация исправлена законом, но, как справедливо отвечал мне президент России в прошлый раз на мой вопрос, правительство и Государственная Дума, увы, не раз принимали решение о приостановлении действия законов или даже об их отмене, которые требуют денег и являются социально ориентированными. Я предлагаю в 75-й статье Конституции написать примерно следующее. В Российской Федерации создается система образования, которая гарантирует реализацию права на образование для всех и в течение всей жизни. Напомню ранее, на встрече с главой государства Омский парламентарий поднимал вопрос о том, чтобы закрепить в основном законе повышение пенсии, в том числе и для неработающих пенсионеров. Сейчас их выплаты не индексируются. И сегодня свою позицию о поправках Конституции озвучили члены регионального отделения «Справедливая Россия». Партийцы поддерживают необходимость закрепить в основном законе индексацию пенсии, причем предлагают прописать, что повышать выплаты нужно всем, и не просто регулярно, а именно ежегодно. Согласны с «Справедливой Россией» и с тем, что минимальная зарплата не должна быть меньше прожиточного минимума. Поддерживают также запреты на страну гражданства для чиновников. А вот чтобы госслужащие были более открыты, оперативнее реагировали на обращения, а партийцы предлагают создать специальную онлайн-платформу, где жители смогут рассказывать о проблемах. В плохой работе транспорта или неубранной свалке высказываться и предлагать свои идеи. Гарантированно ускоряет решение многих проблем. Сейчас, ну как это делают? Надо позвонить куда-то, примут, не примут, передадут, не передадут. Например, что касается нашей службы. Мне бы, например, было гораздо проще, если бы я на экране своего телефона или на работе компьютера видел обращение граждан по негорящим приборам освещения. Мы бы реагировали в течение нескольких часов. В путь дорогой памяти почтальоны собирают у Амичей письма с фотографиями родных и близких, участников Великой Отечественной войны. Сведения добавят в мультимедийную галерею на сайте Дорога памяти. Этот масштабный проект Минобороны России станет единой базой данных обо всех героях-фронтовиках. У Амички Лидии Гринько через войну прошли сразу три близких человека. Папа, дедушка и дядя. Инвалид первой группы, она сейчас почти не выходит из дома. Разместить информацию о фронтовиках на странице проекта ей помогли сотрудники почты. Наталья Бельская продолжит. Расскажите, фотографии приложим. Всё, вернётся. У меня только папина фотография. Это правда мой, мой папа. На каждом конверте с названием проекта Дорога памяти надпись «Хрупкое вложение». Внутри бесценная семейная реликвия. Фотография фронтовика. Сотрудники почты её оцифруют и разместят на сайте в мультимедийной галерее. После пожелтевшие от времени карточки вернут родным. Порой для них это единственная сохранившаяся память о тех, кто был на войне. Сегодня Лидия Гринько рассказывает почтальону историю трёх солдат. И папа умер в 1975 году, и дед умер. Дядь Коля погиб в 1943 году. Поэтому нам много не рассказывали ничего. Мы не знали этого. Но потом уже вижу, что бабушка хочет узнать. Плакала всегда, сильно плакала. Заевы одна семья, одна фамилия, но три разных судьбы. Дедушка Николай Никитич в 1942-м в Смоленской области попал в плен. Находился в концлагерях. Его освободили в 1945-м. Вернувшись домой, никогда не говорил о том, что пришлось пережить. Папа Лидии Игоревны капитан. Служил на Дальневосточном фронте. Награждён медалями за победу над Германией и Японией. Долгие годы в семье ничего не знали о судьбе его младшего брата Николая. В марте 1945-го пришла похоронка. Погиб. Лишь спустя 70 лет после долгих поисков удалось обнаружить, где находится его братская могила. Комиссариат Белгородской области дал ответ, где именно захоронен Заев Николай Иванович. Внесли его список на мемориальную доску на месте захоронения. Создание мультимедийной галереи «Дорога памяти», куда войдут и имена омских фронтовиков, лишь начало пути продолжения проекта найдёт на территории подмосковного парка «Патриот». Здесь разместят крупнейший военно-исторический мемориал с именами всех участников Великой Отечественной. Предполагается, что в экспозиции будет около 30 миллионов записей, сведений о родных и близких, прошедших через войну. А мечи могут разместить на сайте проекта самостоятельно, либо обратиться за помощью в региональное отделение Почты России. Наталья Бельская, Денис Лопарёв, 12 канал. Финальный матч регулярного чемпионата. Сегодня «Омский авангард» сыграет с автомобилистом из Екатеринбурга. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф, однако от исхода сегодняшнего поединка зависит, с кем ястребу встретятся в первом раунде игр на вылет. Какие варианты возможны, знает наш хоккейный обозреватель Андрей Блохин. Сейчас происходит раскатка перед последним матчем регулярного чемпионата с автомобилистом из Екатеринбурга. И я должен сказать, что в самом деле, если сегодня «Авангард» выигрывает у автомобилиста, а завтра «Амур» в Хабаровске совершит чудо и выиграет у Бориса, наши вернутся на вторую строчку в турнирной таблице. Сейчас они находятся на третьей. Так что если наши будут на втором месте, сыграют с «Магниткой» из «Магнитогорска». Если будут на третьем, как сейчас, то сыграют с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Лично мне кажется, что «Салават Юлаев» это более такая удобная команда, соперник. Они более открыто играют, более анархично, так скажем, по-хорошему, по-хоккейному. И «Авангард» с ним будет удобнее. Настрой боевой. И я вот поговорил с Егором Мартыновым, который не так много поиграл в плей-офф, но сейчас он уже рвется в бой, и вот давайте послушаем интервью с ним. В нем все сказано. Я не так много играл, поэтому хочется, чтобы этот пол был самый удачный, скажу так. Я не буду спрашивать про конкретные приметы, но вообще они есть у хоккейцев в команде перед плей-офф? У многих ребят, да, есть. Лично у меня нет никаких примет, не верю в приметы. Ну и в завершении очень коротко скажу, что сегодня не играет «Ванг Миллан», играет «Клинг Хаммер». Ну и пожелаю команде «Авангард» сегодня победы и создать хорошее настроение победное на плей-офф. Андрей Блохин, специально для новостей 12-го канала. В Омске начались масленичные гуляния. Этот день в старину называли «Заигрыш». Было принято не только устраивать богатырские состязания, печь блины, но и свататься. Нежнатые юноши ходили на смотрины, выбирали невест. В Омске в этом году в праздник встретят масштабно. Гуляния пройдут во всех округах города. Гостей ждут хороводы, русские народные забавы и, конечно, угощения блинами. Но главной площадкой станет Любинский проспект. 1 марта он снова станет пешеходным и сможет принять тысячи гостей. Какие сюрпризы ждут о мячей на масленичных гуляниях, сегодня на пресс-конференции рассказали организаторы. Анна Кокорина детально изучила программу и составила топ самых ярких событий. Масленица на Любинском проспекте обещает быть жаркой. Если в прошлом году было всего 15 площадок, то в этом уже 60. И в меню не только свежеиспеченные блинчики, но еще молодецкие игры, масленичные балаганы и множество спортивных состязаний. Изюминкой гуляний станут баби-бега в шерстяных носках. Такую забаву в Любинском районе устраивали на масленицу еще в середине прошлого столетия. Женщины в шерстяных носках бежали на перегонки с одного конца деревни в другой. Баби-бега в Омске пройдут в 14 часов. У главной сцены победительниц необычного забега ждут призы. Ну а мужчины смогут дать волю кулакам. Их ждет старинная русская забава стенка на стенку. В этих кулачных боях могут участвовать до нескольких сотен человек. Так что показать свою удаль смогут все желающие. Причем не только взрослые, но и мальчишки. Правда, им пускать в ход кулаки не разрешат. Они будут пробивать стенку противника, держась друг за друга. Сейчас как раз основные атаманы и воеводы готовятся. Объезжают омские школы, чтобы пригласить побольше участников. Готовятся с ними, тренировочные какие-то занятия проводят. Ну а собственно воскресенье всех их можно будет уже увидеть. Малышей на гуляниях ждет путешествие в мир сказок. В сквере Дзержинского ребята встретятся с хозяйкой Медной горы, жар-птицей, коньком-горбунком и другими известными персонажами. И вместе пройдут с ними волшебные испытания. Сказки все эти будут не показываться, они будут интерактивными. То есть каждый ребенок, несколько раз надо их повторяться, сможет принять участие в каждой из сказок, пообщаться с каким-то героем, пройти с этим героем те сказочные, ну естественно веселые, хорошие испытания, которые эти герои проходили через кучу аттракционов. И значит получить удовольствие от этого. Состоится здесь и большой концерт. Амичей просят быть готовыми выполнять разные задания. Петь, плясать и, конечно, уплетать блины. Кстати, и те, кто придет в костюмах героев русских народных сказок, ждут призы. Ну и организаторы просят не забывать про конкурс на самую оригинальную Масленицу. Для участия нужно перевоплотиться в персонаж или изготовить чучело. Парад Масленица стартует в 11.30 от улицы Партизанской. И последнее. Амич выиграл в лотерею романтическое путешествие. Счастливый билет мужчина приобрел в одном из почтовых отделений. Теперь он может отправиться на курорт или же обменять свою путевку. На деньги это 120 тысяч рублей. Выигрыш приятный, но не самый большой. В августе 2019-го Амич сорвал куш, получив суперприз 4,5 миллиона. А всего в прошлом году, благодаря Гослотереи, миллионерами стали 12 жителей Омской области. Далее подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск. Не упусти возможность сэкономить только в феврале. Скидка 50% на весенние куртки и зимние пуховики. Для мужчин и женщин. Ермак Карла Маркса 89. Остановка Рождественского. Яркая, стильная, динамичная, созданная удивлять. Та, которую хочешь ты. Немного дерзкая, всегда особенная. Она мечта. Она реальность. Реклама на медиафасадах от компании «Дженерал Медиагрупп». Звоните. 8-38-12-308-209. «Дженгрупп.ру». Найти подарок для того, с кем уже полжизни вместе. Или для той, которую нужно постоянно удивлять. Или для тех, у кого все только начинается. Супер цена 169,90 на подкручивающую тушь «Мэйбелин Волюм Экспресс». Спонсор прогноза погоды ИП Севкова Марина Балакановна. Когда ты урожай, ты зимой теплицу со скидкой покупай. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. При покупке теплицы сейчас. Хранение до установки бесплатно. Получи скидку на монтаж или теплицу. И парник в подарок. Площадь у хит-интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!